Привет! Добро пожаловать на канал Рудцентра. В этом видео разберем самые частые вопросы про DNS. Приступим! Что такое DNS? Компьютеры в интернете не имеют имен, данные передаются с использованием сложных для запоминания IP-адресов. Числовые адреса вида, как сейчас на экране. Чтобы упростить работу с сайтами, существует система DNS – Domain Name System. Она преобразует доменное имя, которое вводит пользователь в браузере в IP-адрес для доступа к серверу. То есть вместо чисел пользователь может ввести домен сайта, например, nick.ru, и сразу перейдет к нему. Так намного легче запоминать пользователю. Что такое DNS-сервер? Это сервер, на котором запущено специальное программное обеспечение. Изначально назначение этого программно-аппаратного комплекса было хранение таблицы DNS-записей вида имя домена IP-адрес, так называемых записей типа А. Например, IP-адрес сервера nick.ru вы видите на экране. Сейчас в системе DNS содержатся и другие ресурсные DNS-записи MX, TXT, CNAME и т.д. Они необходимы для работы домена, как адреса сайта, почты и многих других сервисов. Что такое ресурсные записи DNS? Это записи в системе доменных имен о соответствии имени и служебной информации о сервере, на которой это имя должно указывать. Каждая ресурсная запись необходима для работы определенной службы. Например, в ресурсную запись типа MX вносятся данные для корректной работы электронной почты на домене. Зачем прописывать DNS-серверы для домена? Без размещения информации о домене на DNS-серверах работа сайта или почты на нем невозможна. Для гарантии отказа устойчивости DNS-серверы прописываются парами, поэтому выход из строя одного сервера не скажется на доступности сайта. Как изменить список DNS-серверов для домена или внести его, если он не указан? Для изменения списка DNS-серверов в RoCenter следует сделать следующее. Выбрать в меню «Услуги», дальше «Мои домены», здесь найти нужный домен. В разделе «DNS-серверы» нажать ссылку «Изменить», то есть «Делегировать», ввести список серверов и нажать на кнопку «Сохранить изменения». Кстати, у нас есть отдельное видео, как делегировать домен. Сейчас сверху появится ссылка на него, можете перейти и посмотреть инструкцию. Следующий вопрос. При делегировании домена влияет ли порядок указания DNS-серверов на его работу? Не влияет. Обращение в сети к DNS-серверам, указанным для домена, происходит случайным образом. Сами DNS-серверы должны быть настроены по отношению друг к другу как первичный и вторичный. Для чего нужен динамический DNS? Динамический DNS – это технология, которая позволяет назначать постоянное имя устройству с изменяющимся IP-адресом, обеспечивая доступ по доменному имени к сетевым устройствам – компьютерам, роутерам, веб-камерам и т.д. Кстати, динамический DNS поддерживается на всех тарифах услуги DNS-хостинг. Как ввести записи в файл зоны? Для управления AMX и другими ресурсными DNS-записями домена необходимо использовать услугу DNS-хостинг. Подробнее ознакомиться с этой услугой и заказать ее можно на нашем сайте. Если услуга DNS-хостинг у вас уже есть, изменение в файл зоны домена можно внести с помощью редактора DNS-мастер. Я зарегистрировал домен в RootCenter, но он не работает. В чем причина? Вероятно, при заполнении заявки на регистрацию доменного имени вы не указали DNS-серверы. Могу ли я делегировать домен без тестирования DNS-серверов? Да, можете. Для того, чтобы делегировать домен без тестирования серверов, в настройках домена достаточно указать список DNS-серверов и нажать «Сохранить изменения». Для указания списка DNS-серверов домена следуйте инструкции. Я указал для домена список DNS-серверов. Заказ выполнен, когда домен будет делегирован. Если при формировании заказа вы установили флажок «Провести тестирование DNS-серверов для руису доменов», запускается стандартная процедура тестирования DNS-серверов. В этом случае процедура делегирования домена займет от 6 часов до нескольких суток в зависимости от результатов тестирования. После успешного завершения тестирования данные о новом списке DNS-серверов для домена передаются к корневым серверам зоны и сервису Huiz. Данные сервиса Huiz обновляются каждые 15 минут. Если флажок «Провести тестирование DNS-серверов для руису доменов» при заказе не был установлен, домен делегируется при обновлении информации в зоне верхнего уровня. Зона ру обновляется 4 раза в сутки, в 2 ночи 10, 14, 19 по московскому времени. Зоны СУ и РФ обновляются каждый нечетный час. Обновления зон занимают от нескольких минут до получаса. В этом случае процедура делегирования домена займет от нескольких минут до 6 часов в зависимости от времени обновления данных в зоне верхнего уровня. Также следует учитывать, что на обновление данных в кэширующих DNS-серверах интернет-провайдеров может потребоваться дополнительно до нескольких суток. DNS-зона для домена размещена, домен делегирован, но не работает. Почему? Изменения вступают в силу после обновления информации в зоне верхнего уровня. Зоны ру, ПСУ и РФ обновляются каждые 2 часа. Обновление зон занимает от нескольких минут до получаса. После обновления зоны необходимо около суток для распространения информации о домене по сети. Достаточно ли одного DNS-сервера для делегирования домена в зоне ру? Делегирование домена в зоне ру может быть произведено только при наличии как минимум двух серверов – Primary и Secondary DNS, которые поддерживают делегируемый домен. Почему ваш автомат тестирует не тот IP-адрес, который я указал для DNS-сервера и зоны com при регистрации домена? У DNS-сервер ns.3w.com сменился IP-адрес. Для того чтобы информация об этом обновилась в DNS, нужно изменить информацию в зоне 3w.com. Обратитесь к администратору домена 3w.com или к своему провайдеру, который администрирует этот DNS-сервер. Как делегировать домен 3-го уровня? Нужно в вышестоящем домене 2-го уровня сделать NS-запись для домена 3-го уровня. Например, чтобы делегировать домен, который вы видите на экране, и при этом в качестве Primary и Secondary серверов использовать ns.myprovider.ru или ns.myprovider.ru, нужно в зоне test.ru сделать запись как на экране. Как делегировать домен 4-го уровня? В вышестоящем домене 2-го уровня необходимо сделать NS-запись для домена 4-го уровня. Например, как вы видите сейчас на экране. RU-центр направляет на мой адрес электронной почты письма о некорректной работе DNS-серверов, указанных для домена и прочих сообщений технического характера. Как я могу отказаться от рассылки этих уведомлений, не имея возможности установить пароль доступа к договору? Для отказа от рассылки сообщений технического характера нужно сделать следующее. Перейдите по ссылке, приведенной в последнем абзаце каждого направляемого вам сообщения. Сделайте запрос на исключение вашего адреса электронной почты из списка рассылки. И дальше для направления запроса необходимо знать номер договора, в контактных данных которого указан ваш адрес электронной почты. Номер договора можно найти в любом из писем рассылки, от которой вы хотите отказаться. На указанный в запросе email адрес будет направлено письмо с просьбой подтвердить свое намерение исключить этот адрес из списка рассылки RootCenter. До тех пор, пока запрос не будет вами подтвержден, email адрес не будет удален из контактных данных по договору. Можно ли исправить зону на ваших вторичных DNS-серверах и изменить серийный номер в СОА-записи? Исправить серийный номер на наших вторичных DNS-серверах невозможно, как и изменить зону домена. Зона домена копируется с первичного DNS-сервера и все изменения производятся на первичном DNS-сервере. Поддерживает ли DNSSEC услуга DNS-хостинг? Не поддерживает. Можно подписать зону на собственном первичном DNS-сервере и в случае отсутствия вторичных DNS-серверов воспользоваться нашими, которые предоставляются в рамках услуги Secondary. Наши вторичные DNS-серверы будут копировать зону, в том числе записи типа DS с первичного DNS-сервера, IP-адрес которого будет указан для наших вторичных серверов. Мы разобрали самые частые вопросы про DNS, но если вы хотите еще что-то уточнить, то всегда можете написать нам в комментариях или связаться с нами. Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok